Ну-ка, сейчас, 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 я сейчас вынесу, должен узнать сейчас, что у меня тут мешает, так, хорошо, сейчас я перетащу тебя, что там у тебя, освещения нет или что? Что-то у тебя совсем плохой глазок-то, ты бы купил другой глазок. Хороший, широкоформатный, как у меня. Тебе слышно, нет? Да, мне все слышно. Знаешь, я хотел тебя попросить, отец, вот у меня, ну, такие три дела были. Что-то у тебя плохо слышно и плохо видно. Да. Мама у меня сейчас на переходе, уже вечно. Ты что, с телефона говоришь, что ли? Нет, с телефона, как с телефона, нет, а по сеть уговорит. Ну ладно, говори по делу. Давай я, видите, вас включу. Да. Да. Мама моя на переходе, в вечности. Ей уже, значит, помолитесь за нее, чтобы она, значит, я ее сокрестил, причастил ее, она исповедовала Иисуса Христа, как Мессию Спасителя Израиля. Про кого говоришь? Про кого? Про маму. Мама моя, мама. А-а-а. Мама моя, Татьяна Наумовна. Понятно. Вот, она на переходе в вечность. Помолитесь за нее. Вот это моя первая просьба. Я, наверное, поеду туда. В Израиль? Да, в Израиль поеду, ну, на несколько, на несколько недель. Как ты, говоришь, звать-то ее? Татьяна. Татьяна Наумовна. Татьяна. Ей 93 года. Вот. Ты, наверное, до такого возраста не доживешь. Ну, он знает, если нужен буду здесь, то... Переживаешь за все так, близко к сердцу берешь. Нет, я, видишь, я очень спокоен. Вот она исповедовалась. Я ей говорил вчера с ней. Она еще разговаривала. Да, говорит. Я верю Мессию. Она говорит, веришь, мама, в воскресенье, что мертвые воскресны? Говорит. Да, говорит, Наум. Веру. Да. Вот, говорит, эта жизнь заканчивается, рождаясь в новую жизнь. Да. Да, говорит, веру я. Ну, вот она по-своему вот так вот, конечно, не очень просвещенная. Но вот в старости она, в немощи, она все это признала. Понятно. Да. Ну, вот такой вопрос. Первый, да? Но второе. Помню, я, наверное, уже тебе говорил, у меня здесь у нас была одна верующая, Лиана. Она гречанка. Она служила в церкви. И вот сейчас она психически заболела. У нее сестра была психически больная, отец был больной. Сейчас она заболела. Ну, и мы не могли уже отдать ее в хостер. Ну, там она поправилась. Уже хорошо себя чувствует. И уже что-то помогает там этим бабушкам. Все, все это, да? Понимаешь, вопрос вот этой, с квартирой ее, здесь, сейчас ей, значит, она 40 лет ей, никакую пенсию не дают ей. Вот, чтобы кто-то ее взял, значит, насчет квартиры, заниматься мне этим вопросом или нет, не знаю. Вот, потому что никаких средств у нее нет для существования. И в хосписе требуют денег. Там где-то, ну, где-то 200 долларов надо, чтобы в месяц туда ее содержать. Ну, вот так вот. Не знаю, какое решение принять или кого-то, чтобы взял ее. Там жил у нее в квартире и смотрел ее. Вот, вот второй вопрос. Ну, вот, третий вопрос у меня... Значит, здесь, ну, вот, я слушаю ваши ролики. Вот, как вы проводите разбор, как вы подобно там разбираете, с полковами, не так. Очень хорошо. В этом воскресенье был, вспоминали, валий, Геория Паламы. И вот вы там ничего не сказали здесь о нем. Вот я вспомнил тебя, что твоя тема – это монашество. Именно искаженное монашество сейчас здесь. И я знаю, что ты не против монашества здесь. Ну, вот, здесь толкует неправильно Григория Паламы. И вот, верь, говорит, они все занимаются Иисусовой молитвою. И так даже терзаются, вот, видеть какой-то фаводский свет. И здесь, ну, вот, хорошо бы ваше пояснение здесь, именно правильное, на основании Писания, вот об этом. Ну, я вспомнил, ну, мне такая мысль на сердце пришла, говорит, вот здесь этот поводский свет, нетварный, который просиял Христос, да, значит, мне явился, вот именно, когда, значит, ты раскрыл мне правильное учение православное здесь. Вот, и по мере сил я, по мере своей веры, я старался вот идти по этому пути. И здесь, по мере веры, этот свет человек уже, кажется, обожается. Все большее становится ближе к Богу, преображается в тот чудесный образ от славы славы, от веры веру. Ну, вот, вот такая мысль мне пришла. Я даже думал, что я скажу своим, ну, там, на приходе, там, о фаводском свете, о такой высоте Иисусовой молитвы. И поэтому пришла вот такая мысль, что у нас здесь именно фаводский свет преображает нам через Писание, открывает нам наши грехи. А если уже человек покаялся, значит, у него дальше идет путь совершенства, путь освещения. Уже, значит, не с прошлыми грехами он имеет дело, а с корнями, с деревом откуда происходят вот эти грехи. Поэтому здесь вот это освещение от младенца, там, юноши, от младенца, отроки, юноши, бурки и бурки совершенные. Вот здесь я, ну, вот такую идею, что вы раскрыли так, на основании Священного Писания, я такую сырую заготовку предлагаю. Ну, еще одно такое, может, вас заинтересует. Когда я пришел в православную церковь, всегда, значит, уже каждое воскресенье были особые, самые яркие вот такие Евангелия и самые яркие апостольские послания. Поэтому здесь вот начните, конечно, по порядку там изучать, как вы изучаете, это очень хорошо. А вот если вы раскрывали эти Евангелия, потому что в каждой церкви читаются по везде, по всему миру читаются вот это Евангелие и апостол. Значит, вот на этом концентрировайтесь так, чтобы это было проповедь. И тогда, я думаю, священники услышат такое интересное толкование, именно апостольское, еще, значит, толкование филосилакта. И у вас там ребята очень подготовленные, да, интересно слушать. Вот такой порядок здесь будет очень хорошо. Ну, желаю, отец, вот как ты, вот эти вопросы, здесь как ты мне ответишь, или будешь молчать, и уже, тогда я все сказал. Ты один дома или кто там есть? Нина, вот здесь рядом, моя дорогая супруга, грузинка. Ну, так ты вот посоветуйся с ней, она, может быть, что-то подскажет тебе, потому что она знакома с хорошими людьми, а так издалека-то как советовать? Да, да, хорошо, хорошо, отец, да, благодарю. Потому что, видите, Григория Полома, это не в моем ракурсе. Это не живое слово, и евангельского там в этих изречениях нету. Это совершенно не мое поле. Ну, вот именно о фаворском свете, там же, да. О фаворском свете говорится только один раз у Петра. Видели, говорит, неизреченный свет. И все на этом. И этот свет фаворский никому ничего не дал, кроме апостолов, чтобы они убедились, что это мессия. Все, на этом закончилось. К нему ни Павел, ни Иоанн больше никто ни разу не обращается. Это было им нужно в тот день, когда они были на горе Преображения. Все на этом закончилось. И дальше чего? Говорит, когда этого нигде нет, никто не видел. Все это под сомнением. Несомненное было только для апостолов, которые видели. И они об этом говорят. Понимаешь, здесь столько об этом написано. И столько проповедников об этом говорят. Вот вы зайдите на майл «Православие.ру». Там какой-то серб. Он там на несколько часов, я до конца не уже не мог послушать, говорить об этом свете, а историю здесь говорит. Нет, это серб. Вот какой-то епископ серб. Об этом не говорит ни Иоанн Златоуст, ни Василий Великий, ни Ефрем Сирин, ни апостола ни один не говорит. А зачем я буду говорить? Иоанн Златоуст говорит, чего в Библии нет, о том не рассуждаем. Об этом нет ничего. Тварно, нетварно. Это Григорий Паламана ломал дров тут. Это совершенно не евангельские рассуждения, даже не евангельские. Они, как буддийские монахи, смотрят на свой пупок и ищут особую карму. Это Валаам, противник его племян, по всем статьям. Меня спросили, я отвечаю. Я не лукавлю, отвечаю, как есть. Если они имеют что-то, иное мнение, они должны подтвердить священным писанием. Потому что Евангелие от Иоанна, 12 глава, 48 стих, говорит так. Я вас не сужу. Слово, которое я говорю, оно будет судить. Если оно будет судить, для меня все остальные мнения, все остальные рассуждения не имеют никакого значения. Ибо их на суде Божьем не будет. А будет только святое Слово Божье. А по Слову Божьему нет ни одной буковки про то, о чем они рассуждают. Иисусова молитва. Иисусова молитва я каждый день считаю. Вот они у меня. Вот она. Я каждый день это считаю. Вот. У меня получается более тысячи поклонов ежедневно. Ну и что? Так я за это, я в поклоны-то вкладываю, какой смысл священное писание. Всех святых, поминаю, пророков. Иду вслед за них, а не просто Иисусова молитва. Иисусова молитва десять раз. Все, на следующей молитве опять десять раз. А дальше Божьей Матери, Ангелу Хранителю, Яну Хрестителю, Николичу Дотворцу. А они от повторения думают что-то. Это сегодня, говорит, религия белого магизма. Это не кто-то говорит, а игумен Данилова монастыря, патриарха Кирилла. Игумен. Петр Мещеринов. Да. Ты сказал? Что сегодня православие превратилось в религию белого магизма. Вот. И вышла книга его о наших недостатках. По благословению патриарха Алексея Второго. Я повторяю чужие слова. А повторяю потому, что это правда. Это действительно так. Вот я буду повторять, и что-то где-то случится, щахнет выключатель, где-то... Ничего не будет. Во тьме египетский народ живет. Сейчас проезжают, где миссионеры, православные-то, стали высылать. И говорят, нет ничего, они развалины, как патриарх Кирилл сказал. Ничего нету. Все уже растащили. Досиделись. Друг с другом все воевали. Еретиков искали. Прелесть гордыня, прелесть гордыня, прелесть гордыня. Больше ничего нет. Сопрели в этой прелести. А это слово встречается только один раз во всей Библии. Один раз. И прелести женские. Груди и все остальное. Больше ничего нет прелести-то. Они не знают Писания. У них совершенно другая терминология. У них иной словарный запас у людей, которые сегодня пытаются быть руководителями православного народа. Они не знают пути. Они слепцы. Слепые. У них даже глазниц нету. Они ничего не знают. Любой вопрос, который задают им, они колобродят. Я смотрю 60 вопросов, которые задают патриарх. Он только 3,5 ответил правильно. Что спрашивают из простого народа-то? Ты по Евангелию открой, покажи. Люди пришли не к тебе. Люди пришли ко Христу. Ты его место захватил, а от его имени начинаешь вещать. И Бог говорит, мне на ум не приходилось, что вы говорите. Куда забрели-то? Маленько там вздрогнет. Вера от слышания. От слышания от чего? Не от Григория Паламы. А слышания от слова Божия. А словом Божиим называется только Святая Библия. Только. Ничего другого нет. Почему Ян Златоус в каждой проповеди до 70 раз ссылается на Библию? Ян Златоус. Я повторяю. До 70 раз. А у нас сегодня он говорит и ни одного раза даже не помянет. 20 минут патриарх выступает и слово Христос даже не произнес, не говоря про Библию. Что, нормально? Ответ. Это не твой отец. Да. Это горло быть твой отец. Знаешь, Игнатий, вот это на субботу, всеночное бдение. Я внимательно слушал это все богослужение, как прославляли Григорию Паламу. Это во всех православных церквях, это во всех канонах. Здесь он так, здесь подробно описано о нем. Это Синацарий почитать, если на, значит, на вторую неделю Великого Поста. Там тоже вот серьезно говорится о его житии. Поэтому здесь нужно такое объяснение, ну, значит, так, чтобы она разъясняла лояльно. Что объясняла лояльно-то, отец? Ты даже слова подыскиваешь и не знаешь, потому что ты знаешь Евангелие, Библию, и слов нету. Ты на одном месте топчешься, стоишь сейчас и все. А нас будут люди слушать. Потому что там нет евангельского ни одного шага. Еще раз говорю, ни одного шага нет евангельского. И зачем это я об этом буду говорить и как-то... Я его не поминаю, его нету. Вы меня спросили, я ответил. Один раз ответил, за год, может быть. Подожди, отец. Хорошо. Тогда проехали эту тему, да? Вот так. Да ее и не было. Я ее не проезжал, не задевал. Я никогда не вторгаюсь в то, что Бог сокрыл. А Давид говорит, я не входил в великое, для меня недосягаемое. Не смирял для души, как дитя, отнято от груди матери. Зачем это выдумывать-то? Это абсолютно новая религия изобретена. Основанная не на Евангелии. Евангелие живое, это святая Библия. Возьми ее, пропитайся ею. Если там нету, нет там света. Нет света. Восьмая глава, двадцатый стих. Исайя, пророк, и считайте. Если слова ваши не сходятся с Библией, не верьте мне, Кирилл Усталимский говорит. Здесь ни одного евангельского слова нет. Он сказал о свете, было о чем спорить. Нам нужно идти, нести живое евангелие людям. Люди евангелие не знают, Христа не знают. И вот что-то начинают накручивать. Не надо этого. Сектанты одолевают со всех сторон. И людям нужен Христос. Ничто больше не поможет. А Бога они не знают. Христа Бога не знают. Не знают. Я с народом общаюсь постоянно. И не только здесь, а не с двумя человеками знаюсь-то. И везде горе. Одно великое горе. Люди не знают Бога. Это не кто-то говорит, а почти все епископы говорят. И патриарх особенно об этом много говорит. Общины-то нету. Пришли, свечку поставили, прилепили. Из храма и все. И никому ничего не надо. Он говорит, вы остановитесь. Подойдите к священнику. Попросите чаю попить. Общины-то нету. Все чужие друг к другу. Ты занимаешься, у тебя есть. Ты мог людей оставить. Могли побеседовать. Там-то ничего нету. Вот где горе-то. Эта семья должна быть одна. Одна семья, рожденная во Христе. В крови его на Голгофе. Кого мы можем привести ко Христу, когда и сами, если не познали. Живое евангельское слово оставили, а начинают разницы. Давай. Да мы никогда не кончим спорить. Исихасты, все, что придумали там Григория Палама. Нас никогда не кончат эти споры. А наше единение у ног Христа. Я тебе вопрос задам попутно. Ты мне задаешь, я тебе задам. Слушай внимательно. И задай епископам вопрос. У тебя ручка далеко? Возьми ручку в руки. Я взял. Пиши. Вопрос о пророке Ездре. Я бы мог тебе его не называть, а назвать данное. Это единственный в мировой истории человек, единственный. Бога избранный, который сделал то, что ни один человек не делал. Он вывел народ израильский из плена. Как это? Мало? Далее. Он отстраивает стену Иерусалима. Он строит храм. Он освобождает от носевших врагов, благодаря тому, что он считается знакомым императору. Записывай. Это не все. Он, Ездра, собирает Ветхий Завет, книги Ветхого Завета, благодаря чему мы имеем Библию. И за ним не исчислится никакого греха, которые были за Соломоном, которые были за Давидом. Он безупречный. И его в святцах нету. Нету в святцах. Во имя Ездры ни одного храма нет за две тысячи лет. Ни одного ребенка не назвали. А ему равных нету. Нету равных в мировой истории. Почему? Кто это сделал? Да. Ну, я вопрос задаю. Ты вот разузнай. Я долго работал над этой темой. Я нашел, кто это сделал. Человек, которому нет равных. За всю мировую историю. Три книги в Библии ему принадлежит. Его перу. Три книги. И ни во что не взято. В Библии, в святой, 61 раз упоминается его имя. 61 раз. В церкви ни разу не употребляется. Мы чужие к библейскому сказанию. Пока мы это не поймем, пока мы это не скажем, мы будем сгнивать. Думая, что мы живем. А мы сотлевшие мертвецы. Ездра. Который собрал книги Ветхого Завета. Да как это можно было забыть-то его? Мы вспоминаем тех, которые трудились для Бога. В сто раз меньше. А его не помнят. Кто это сделал? Что, непонятно? Да. А ты подумай, Ездра. Задай священникам. Скажите, откройте святцы. Почему его нет святых? Почему? Мария Египетская есть, его нету. Герасим есть. У него один только лев был. И тот не уверовал. Самоубийством закончил. А Герасима Петровича Павского, который Библию переводил, который Псалтырь, Матфея, считай, это он перевел. Воспитатель царских детей, переведший весь Ветхий Завет. Его нигде не упоминает церковь. А это всего лишь только 150 лет назад было. Профессор Павский. Ты скажи, как в Библию относились русские люди? Он преподает в Духовной Академии и по просьбе студентов, семинаристов, не семинарии, а академии, переводит Ветхий Завет, написано для лучшего уразумения. То есть академисты не понимают. И студенты, то есть семинаристы налитографировали 500 экземпляров. Власть прознала, жандармерия изыскали под страхом казни. Изъяли и сожгли все. Он воспитатель царских детей, высшей должности нету. Он знает еврейский язык так, что пишет учебники для еврейских школ. И его подвергают такому гонению, такой опали за перевод. Я долго искал, что это может быть. И наконец нашел тогдашний митрополит один и говорит, если Евангелие люди будут знать, в стране произойдет революция. Ты не слыхал про это? Нет. Это означает, что они на верхах Синод понимали, что идут совершенно не евангельским путем. Дать людям Библию на русском языке это будет революция. Это офаналять надо. Ну и пришла революция. Так пришла-то. В ней-то участвовали как раз православные. В ней в революции не участвовали баптисты, духоборы и другие, которых в руках была Библия. Ни одного не было там. А Каганович семинарист. Сталин семинарист. И опять то же самое делает. Опять олигархи. Опять связали с властями, с золотом. Ты вот считаешь такое? Господи, владыка живота моего. Считаешь? Да. Молитую Ефрема Серина. Считаю. Так а почему ее уменьшили? Ефрема Серина молитву-то? Кто разрешил это делать? Господи, владыка живота моего, дух праздности, уныния, любом начале празднословие серебролюбия. И серебролюбие выбросили, потому что утонули в этом. А ты хочешь убедить, пойди к любому старобрядцу. У них без реформы. Так и сохранилось. Серебролюбие выкинули. Да это корень всех зол, Павел говорит. Как можно было выбросить? Ты вопросы эти задай тому, кто гордится. А то прелесть, гордыня, прелесть, гордыня, больше ничего нет. Нам надо научиться плакать. И день и ночь молиться. Смотреть, что вокруг нас делается. И делать соответствующий вывод. Я попутно задам вопрос тебе. Еще один. Почему во время Великого Поста при чтении канона Андрея Критского, покаянный канон, считается житие Марии Египетской, а не Марии Магдалины? У Марии Египетской ни одного шага евангельского не было. А Мария Магдалина была апостолом для апостолов. Выше этой женщины не было никого, не считая преснодевы Марии Богородицы. Это кто так вывернул? И Марии Египетской ни один человек не может подражать. На 47 лет уйти в пустыню, корешки, этого не было. Это надо пройти жизнь путаны, блудницы. А Мария Магдалина, она вся в Евангелии, про нее свидетельствуют святые. А ее не считают, биография ее не знает. Кто это все так выворачивает нам? А мы начинаем Григорий Палома. Вот тут и наломали. Нам не Григорий Палома нужен, а Евангелие живое, святое, чистое. И не злите на кого-то. Я вот говорю где Слово Божие. Я гляжу отношение к сектантам, к католикам абсолютно неправильное. Нам надо многому научиться от тех, которые трудятся в Слове Божьем. И им сказать, они не церковь, потому что нет епископата рукоположенного. Нет благодатного священства. А в остальном нам только стоит голову склонить. Я вот собираюсь сейчас в поездку, если Господь благословит. 27 мая, молись. Мы должны пройти Украину. А дальше идем в Румынию, Болгарию и уходим на Грецию. Дальше мы переплываем в Италию. Идем через Францию, Испанию, до Португалии. Возвращаемся, нам нужно открыть визу. Сейчас нам помогает Англия открыть визу. И говорят, на три дня даже не думайте, мы вас оставляем пять, иначе, говорит, королева обидится. Устраивать встречи разные, встречи с людьми по всей Англии. Если Господь благословит. Я говорю, чтобы в день было две-три встречи, не меньше. Тогда я могу остаться. А дальше нам нужно пройти весь центр Европы, Скандинавию, четыре государства, и переплыть в Винский залив, и начать работать в Прибалтике. А потом уходим на север. У нас необыкновенное путешествие принадлежит. Но как будет, мы не знаем. Мы просим, как в прошлом году. Благословенная Грузия была с нами. И ты это знаешь. Да, да. Они помнят. Да. Так вот о чем я хочу сказать. Я говорю не от того, что не о чем говорит, а о том, что скорбит душа моя. И мне говорят, как вы все это, зная, Евангелие, и можете в православии находиться. Потому я там и нахожусь, что я знаю, что это церковь, и она нуждается в том, чтобы быть здоровой. Ну, здесь уже спасайся кто как может быть. Кто там на досках, кто на других обломках. Видишь, вопрос так утрамбовалось все, закаменело все. Эту стену так можно пробить. Только, конечно, только Господь может. Здесь такие, как учителя, как равнополстная мина. Вот на таком уровне здесь вот такие учителя нужны. А здесь на каждом месте мы должны быть свидетелями святого Евангелия и служения Господу. Я пробовал говорить уже о монашеской разъясняции, о крещении полным погружением, что я всегда делаю. Но когда ты начинаешь вот эти темы, они там пойдут там по-друге спросят и на что-то спорят все, что мы неправильно крещены. Понимаешь, и нету у них основания вот этого говорить. Поэтому здесь уже кто значит прораспрещен, значит, его и готов для этого, то, конечно, его нужно опять здесь вот полным погружением докрестить нужно. Ну, и самое главное, что здесь вы умерли для Христа и воскресли с ним. Поэтому если ты даже и покрестишь его полным погружением, но если он не следует Слове Божьим, он не живет жизнью воскресения, не возрастает в возрасте духовном, то это будет здесь просто исполнение правильного обряда. А здесь человек духовный и человек плоской. Здесь вот это возрождение, конечно, оно происходит, но чтобы человек постоянно, как я каждый день умираю, апостол, говорит, что всегда не оставались младенцами и хромившими на оба колена. Вот если там был гневливый, значит, работай над литином, молись об этом Иисусовой молитвою, приводи примеры отцов, апостолов, возьми у них это. Это очень правильная мысль, не надо говорить о таком, что вообще не понимаешь. И тем более, вот это я тоже, мы не говорили апостолы об этом. Вот так вот понимаешь, здесь вот таком обличительный тон, он значит, здесь, ну, понимаешь, как человек, вот так вот на него нападаешь, здесь, и у него сразу защитные функции здесь срабатывают. Здесь, хотя бы, он уже, значит, спокойно нужно разъяснить ему, что да, здесь вот доказательства там, постучаться, здесь окопать, обложить навозом эту бесплодную смоковницу, поставить еще на один дом. Так, а надо говорить, что она бесплодная-то, отец? Надо говорить, что она бесплодная-то, или нет? Или столько с навозом возиться? Ты говоришь, надо защитная функция, а когда Иоанн Креситель говорил по рождению Ехиднина, почему ни у кого тогда не срабатывала защитная функция-то? Мы слова говорим не евангельские. Защитная функция, значит, он не думает умереть. Слово мимо него, он не избран. Не избран. Ваше дело пойти пригласить на брач и персину. Матфея 22 глава. Они не идут. Не идут, это их участь. Кому-то голову разбили. Я говорил, что покаясь приблизилось Царство Небесное. Он раскрывал ему учения о воскресении и о будущей жизни. Что вы теряете? Вот если вы не обратитесь, совершите достойный плод покаяния, а если они уже такие были деревянные, жестоковыми, тогда он им эту статью и применял. Значит, я пробовал вот с этого начинать. С детьми я так грубо, ну, считай, грубо, жестоко обращался. И вот первое, вот это учение о любви, о прощении, вот в воскресении читали, значит, это расслабленного на постели принесли, он увидел веру их. Вот это раскрыть божество раскрыть, что имеет Христос, прощать грехи, вот раскрыть это, глубоко эту тему, в деталях, показать на этот грех, есть прекрасные методики здесь об этом говорить. Но когда вот все время с нажимом, даже устаешь читать, слушать вот это, и даже думаешь, слушай, что такое заводное. Ты когда последний раз говорил о пьянстве, прихожан? Последний раз когда говорил проповедь о пьянстве? О пьянстве, да? Я так прихожанам очень не говорил, да нам надо, но в частном случае, когда я вижу пьяного, я всегда ему говорю. Ведь он начинает там говорить, я грешный, я грешный, да? Вот я говорю, почему ты на ногах не стоишь? Да, вот ну говорю о пьянстве. Так вот Иоанн Златоуст говорит проповедь за проповедью. Говорит об одном и том же. А не то, что Христос умер за нас, о Христе, что умер за нас один раз сказали, уже люди знают и крест показали. Почему вы пьете? А теперь люди говорят ему, вот ты говоришь 15-ю проповедь о пьянстве. И посмотри в окно, ты видишь, он стоит, трактир, это твои прихожане пошли. А Иоанн Златоуст говорит, а я и не говорил, что сумею всех убедить. Ну не всех не убедил, но хотя бы некоторых-то убедил, вы же никуда не ушли. Но если бы все ушли, я все равно буду говорить, что петь не надо, вы погибнете. Пьяницы старствия Божия не наследуют. А у меня приехал брат родной, и он приехал лещиться от алкоголизма. И он после укола лежит и слушает, мне надоело это уже, каждый день одно и то же. А я насчитываю Златоуста. Насчитываю один том, второй, а он лежит, слушает, никому не надоело, а ему надоело. Почему? А потому, что у него торпеда зашита. Вот почему. Поэтому просите у Бога пророческого духа. И тогда вам не надо будет думать, принимают, не принимают, защитная реакция, все это выдумка. Ты будешь говорить то, что Бог тебе положил на сердце. Пророк Иеремия говорил, я молод, не могу, Господь говорит, иди, чтобы я не поразил тебя. И ты не думай, а я буду говорить, а никого не будет. Иоанн Златоуст хотя бы говорит, один остался, но правду мою не уступлю никому. А они уйдут, не уйдут. Кому остаться, они останутся. Ты должен быть... В сердце человека каждому здесь должен свой ключ подойти. Один, вот именно ласковое слово, поймется больше, чем вот целые такие рады большие обличе. А другому надо, говорите, не обличайте. там, как... Отец, Библия для всех одинаковая. В Библии не говори, что ты одну главу считай, где гладится, а другой не считай. В Библии рассыпано все, и строгость, и милость. Притом, непрерывно, непрерывно. А другому, что на этом инструменте совершенном, да, надо уметь играть. То есть, как на инструменте уметь играть, так и на слово, как ты, это сам меня учил, говорит, хорошо, слово... А? Ну, да, хорошо, слово вовремя. Вот это не отвечаешь, меня ждешь, да, а я тебя жду, как ты ответишь, да? Хорошо, слово вовремя. Не знаю, другое, все одним, понимаешь, если он уже там, это, просто надо помолчать и сказать, что Христос тебя любит. Вот я, наверное, рассказывал свою историю, вот я еду в Халтуба, мы такие веселые, там, после развлечений, там, едем, и вот у меня один человек, его Николай зовут, он с Украины, да, на ум, говорит, всех Христос любит. Ну, все, что угодно можно было, а вот такое слово я не ожидал никогда, слышать, да, это сразу меня заинтересовало, что меня, да, и сейчас я, совсем, у меня другая программа, да, ну, что ты, что ты, да, и вот он мне дал, я там рядом жил, дал Евангелие почитать, я почитал, вернее, Библию, я почитал первого порока Наума, да, и видел, понял, что, что мне учили, вот эти, все программы, которые безбожные, там, что-то мне учили, да, они, ну, как, разбивались, как стенку горох, когда уже я начал уже интересоваться Библией, ну, вот, и мне не понравилось, что, вот, спорят там эти бартисты или другие о разных местах Писания, а вот когда встретился с собой, он как раз очень просто разъяснил мне эти истины, что такое икона, что такое священство, там, преемственность священства, а здесь вот кануны эти православные съемки, там, посты, все это стало на свое место здесь. Послушай, отец Наум, послушай, вот тебе сегодня Господь сказал, иди проповедуй Евангелие, и тебе надо встать в центральной улице где-то, и встать там где-то повыше, чтобы тебя видели, называется уличный проповедник, ты таких видел, нет? Он стоит во весь голос, говорит всем, кто идет, всем, подошли двое полицейских, это в Америке, и говорят, ты бы потише говорил, потише, а он тогда обращается, смотрите, полицейские еще запрещают мне говорить, проходят рядом, вы лесбиямки, другие, вы гомосексуалисты, Бог ненавидит вас, не любит, ненавидит грех, и вы будете в аду гореть. Они с ним припираются, один подошел, его ударил, а он и дальше, смотри, как сатана ополчился, ты должен говорить Слово Божие, что Бог положит, а теперь, когда люди обратятся, обратятся к Богу, тогда мы будем говорить, что ты сейчас перечислял, опасе, люди, которые плывут во грехе, и они сегодня умрут, они в ад пойдут, им нужно сказать о гневе Божьем, страх Божий на первом месте, а далее сказать, Бог простирает к тебе руки, Он желает спасти тебя через Христа, а мы будем говорить, сидеть, сорок раз, Господи, помилуй, это не жизненная, мертвая энергия, жизненная, там, где души воскресают, вот, ко мне сегодня только новый человек пришел, и не один, я ушел к Баптистам, уже там была какая-то новая апостольская, я целые ролики поставил, там, увидите, Евгений звать, это новый человек совершенно, полностью все оставил, перешел к православию, сейчас только один зашел, опять, с чем я могу вам помочь, у него душа горит, я настотнулся на ваш ролик один только, и сразу у меня все переменилось, обыкновенный ролик, обыкновенный, и новые, новые души приходят, Иоанн Златоуст говорит, ты губкой, губка мягкая, не разглаживай гной, ты как хирург должен вырезать, больно, а по-другому нельзя, ампутировать приходится, сгнивает все, от самого верха до низу, и это не видит, только совершенно слепой человек, вы поговорите с православными, которые выходят, они ни с чем от мира не отличаются, они Евангелие не знают, они ненавидят друг друга, по нескольку раз венчаются при живых мужьях и женах, ты посмотри, что делается, это не народ выходит, который нас окружает, мы его не знаем, вот этот Степаненко говорит, женщина, которая рождает ребенка вне брака, он называет на букву Б, знаешь, что это такое? его за это дело усыпили, это церковное слово, называется бледословие, пустословие, в словарях это написано, Григорий Дещенко, это произносит во время службы, как за него усыпились все, я говорю, а ты знаешь почему? потому что ты ткнул факелом, горящим в прихожанах, это ты таких. Четыре года служил соломщикам, и не раз это повторяется, слово набер. Да, так вот, надо людям сказать, в каком состоянии они находятся, вот придумали, Бог грешника любит, а грех ненавидит, да где вы такое видели? Бог говорит, я ненавижу вас, я истребляю, нет, Бог грех ненавидит, грех как будто какой-то кисель отдельно в воздухе висит, медуза плавает в море, и друг у друга, лжепророки воруют, слова написано, и православные повторяют, и баптисты одинаково, пища к Богу не приближает и не отдаляет. Я говорю, где ты нашел не отдаляет? А написано, я говорю, ну если ты найдешь, я тебе новую Библию подарю. Нет этого, пища отдаляет от Бога, из рая вывалился человек, из-за пищи сатана подошел, первое сделай камни хлебами, из-за пищи печать получат люди, во лжи плывет все, и везде выходят братья и сестры, братья и сестры, 68 раз в Новом Завете написано братья, а братья и сестры ни разу, вам по мозгам это? Ни разу, нигде во всей Библии не говорится сестры. Почему? Нельзя, запрещено. Если их не обращается, имеет право сказать, же надо молчить в церкви, не надо выдумывать, и патриархи все одинаково лгут. Вы не можете правильно проповедь сказать, ты говори евангельским языком, евангельским. Братья, а где братья, это второе приложение. Братья и сестры, никогда не говори. А ведь бесполезно. Во всех журналах везде так пишут, сектанты все одинаково, потому что не хотят трудиться над Словом Божиим, над собою. Ян Златоуст, 12 томов, по 900 страниц, и ни разу не говорит братья и сестры. Василий Великий не говорит. То есть эта зараза уже пропитала мозги людям. И что? Я им буду говорить о рукоположении? Сначала речь свою исправьте. Святые запрещают делать подмену слов. Если это садомский грех, не надо говорить нетрадиционная у него сексуальная наклонность. Это садомиты, и мир будет сожжен. Они приближают огонь вселенский. Вот Грузия как встала, и все закрылось. Пример показала Грузия. Я своего дорогого брата там видел. Ну, у нас, конечно, на эта тема очень ревнует служители, но чтобы вот было такое, ну, на основании Слова Божия, ну, есть проповеди, но вот тогда вышло, это когда было, 17 мая, ну, вышло, были тучи молодежи, здоровые, красивые, прекрасные. Ну, понимаешь, вот с такого трибуна, вот с такого евангелиста, чтобы вот так призвал, здесь, конечно, такого глаза не было. И, ну, сейчас у нас много молодых священников, которые говорят хорошее проповедивное, призываются и разъясняются евангелием немножко, постепенно. Я проповедовал как-то в Кишиневе, в Молдаве, у баптистов, и ко мне подошло их руководство и говорят, вы, пожалуйста, поговорите о винопитии. У нас братья выходят за кафедру держатся, чтобы не упасть. У каждого, говорит, свои погреба, у каждого свои бочки. А ты вспомни, как я у вас был на грузинском собрании, на дагестанском, на русском, а потом с молодежью. Как? А, да, да. Когда мы ходили к Гоге, к этому Георгию, это, к Приспитеру. Да, да, да. Буглицвили, да? Да, да. Дядя Гогин. Да. Ну, он был очень прекрасный евангелист. Да. Он хорошо знал Слово Божие. Притом, здесь он был такой грузин, который здесь как Божий грузин был. Что, значит, интересы спасения он ставил выше своей нации. и, значит, и даже свое вот это, как будучи партийским притритером, а там община насчитывала не одну тысячу человек. он приходил в православную церковь, он дружил с патриархом Ильей, нашим святейшим патриархом. Вот сейчас Господи, дай ему здоровья еще долгих лет жизни, чтобы подготовил себе достойного преемника. И вот он с ним дружил. И патриарх тоже смелый человек. Говорит, давай, говорит, Гобли, расскажи нашим братьям и дамам, да, так, здесь расскажи им вот такое слово живое Божие. Да, и вот его слушали, его, ух, как он говорит хорошо. Здесь приходили люди, а потом одна говорит, а почему ты не крестишься? Ну, а там эти баптисты, значит, здесь, да, и вот потом они начали, значит, подняли смуту, почему он не крестится, откуда он, и кто он такой, почему его не знаем? Ну, и кто-то там говорит, там же баптист. Ну, значит, дали уже повод и, значит, пошла такая смута между людьми, ну, как я говорила, вот, ты же видишь, слово нужно, но души не готовы, чтобы принять его на отец подругу. Отец на ум, обожди, мы с вами к нему ходили, и вот женщина, которая подошла ему, она говорит, ты антихрист, ты перекреститься не можешь, и он-то заболел, и говорит, если бы я выздоровел, я бы сейчас перекрестился, все, я допустил ошибку, он это осознавал, я, говорит, потерял кафедру там, на тысячи людей, я, говорит, выходил, я это помню, как сегодня, я его в пример ставил. Да, да, это, это, да, царство ему небесное, да, но, там, с этой общиной получилось, где он столько лет окормлял, сейчас произошло большой раскол, значит, там был один проповедник, хороший, хороший ученик, дядя Гогля, они были на равных, значит, Малхас Сагова Молосвили, значит, ну, он изучил английский язык, начал ездить там в Америку, в Лондон ездил, ну, и вот он принял там какое-то направление здесь, и вот он приехал сюда, в Грузию, ну, как он был уже епископ их, значит, он уже, значит, снял, как у них в Африканской церкви, они одевают там подрядники, одевают кресты, одевают иконы, вот здесь, вот они уже, значит, а эти бапсисты, они и согласились, они, значит, уже обильно начали собираться, но так как он имел большую материальную поддержку, они там в районе Бедубе открыли там большой центр, и, значит, там они у них дома таких посписей есть, они там их кормят, ухаживают за ними, ну, и там у них тоже большое собрание было, а где мы были, уже, ну, тоже собрание, я уже не знаю детали, и вот что сейчас самое главное, что они, значит, оттуда взяли эту идею, рукоположили женщину епископа, ну, у нее трое детей благочестивая женщина, вот так, она там проповедница, ну, хотя бы, ну, пускай так будет, значит, и вдруг, вот я на прошлой неделе читаю записку, что эта женщина, говорит, баптистская, баптистский епископ награждена большую награду из Лондона, здесь, за что, что вот она этих садомистов, говорит, они тоже имеют право на жизнь, вот так вот, говорит, это у них такая ориентация, да, и вот пускай они живут, вот, ну, я не помню дословно, да, и вот за это они сразу ей дали премию, говорит, я не знаю, как у нас было воспитано все это на этом слове Божьем, и здесь такой поворот, в общем, спаси Господи, здесь, а эти баптисты, вот я там их, туда не хожу, но некоторые, если я старых, встречаю, говорят, нет, мы туда не ходим, мы, у нас есть свое общение, мы по-прежнему, вот, стоим учения, там, признаем тройцу, значит, священное писание, правильно, разъясняем. вот такое у нас горе, можно так сказать, что уже верующие вот здесь пошли в это болото, там, да, и вот, наверное, это кровоорубие, там же большую премию она получила за это, да, слепые, и руководители, и возникли, вот так учащиеся. Ну, значит, тогда сведеи иеговы даже иногда дерзают вокруг там нашей церкви проходить, да, мы, наверное, с ними серьезно беседуем, здесь, вот, даже есть люди подготовленные, здесь, вот, проводятся такие диалоги, но с ними бесполезно говорить, здесь нужно глагол божий, вот как это говорит, свару, господи, божий, говорит, открытим оком. Ну, если господи откроет, то, если я уже уберился, то нужно такое деятельное, вот как тебе, вот встать там и говорить, здесь, вот, допустим, я, ну, еду, если я в особо, тем, ну, день победы, и вот, в одинах едет, я бы, такая, да, ну, в одинах вся, такая стройная, ну, очень пожилая, все это, то есть, вот, не надо, сколько у меня подвигов, один, но надо охренеть, сказать, да, ну, вот, я, что, я говорю, что, ты, охранил, что, войну, прошла, и есть такие подвиги, если ты видишь, что уже время кончается твоя жизнь, Христов, живет в свою жизнь, и твою, там, служить людям, твой подвиг за, за, жизнь положить за други твоя, здесь, вот, будет достойное воззнаяние, и она говорит, ты мне говоришь о Боге, и она сразу, водитель, останови, отмечи его в милицию, и, а, он начал говорить, он не тебе хорошее сказал, на что ему в милицию, нет, ну, у них, ну, они же командовать умеют, здесь у него такая жилка была, так, в рот не положи, палец нею, да, останови водитель, да, ну, водитель мне говорит, слушай, ты видишь, что за человека, она говорит, иди тихо на руку, от съемных двер, и я пошел по своей дороге, что, ну, видишь, ну, я сказал, мне спокойно стало, я, мне говорит, если не скажешь, то, вот, в детстве ищу себя, значит, поэтому, здесь нужно определенная мудрость, конечно, и познание, научиться, да, что-то плохо слышно у тебя, ладно, стало запинаться, слова просто рвется и все, ну, давай, благословляй, отходи, да, ну, с миром, с ветем, а то ничего уже не слышно, давай, отключайся, что-то запинать со стола, интересно, в чем она перестала-то, прям, никуда еще, плохо, сейчас закрою, вот, видишь, как, вышел, отец на ум, а я как знал, что кто-то выйдет, а мне никак нельзя, тут ничего выключать-то, так же, 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 так же,